Добыча полезных охраняемых Добыча полезных охраняемых ЧОПом нефтяных компаний мешает разгвардия газета коммерсант номер 8 от 18 января 2019 года СТР Один нефтекомпании опасаются монополизации рынка охранных услуг разгвардей, которая получила полномочия по отзыву лицензии у ЧОПов на объектах ТЭКа Лукоил, Газпромнефть, Сибур и Татнефть написали письмо секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву с жалобой на рост числа предписаний в адрес охраны на своих предприятиях Для действий службы есть правовые основания, которые, по данным твердый знак, правительство поручало ей же и устранить, но этого не произошло В разгвардии считают проблему надуманной, но признают, что ее услуги дороже Юристы полагают, что ЧОПы могут защититься от действий службы даже без законодательных изменений, но для этого нужно оспорить ее действия в суде Твердый знак ознакомился с письмом, которое руководители крупнейших нефтекомпаний РФ направили в декабре секретарю Совбеза Николаю Патрушеву Главы Лукоэла, Газпромнефти, нефтехимического Сибура и Татнефтевагид Олег Перов, Александр Дюков, Дмитрий Конов и Найль Маганов Жалуются на рост числа предписаний разгвардии в адрес ЧОПов, защищающих объекты ТЭКа Фактически, пишут нефтяники, разгвардия лишает их права выбирать охрану Разгвардия, который возглавляет экс-руководитель службы безопасности президента РФ Подразделение ВСО, Виктор Золотов С момента создания в 2016 году получила полномочия МВД по контролю над частной охранной деятельностью А также в ГУП охрана, выручка в 2017 году по РСБУ 20,7 млрд рублей, прибыль 1,7 млрд рублей В 2018 году разгвардия планировала проверить 2,8 тысячи объектов ТЭКа, 2,5 тысячи, в 2017 году На сайте в ГУП указано, что его клиентами также являются Газпром и Лукоэл В компаниях от официальных комментариев отказались Но источники «Твердый знак» среди нефтяников и в силовых структурах поясняют Что разгвардия хочет расширить влияние в сфере охраны ТЭКа Риски достаточно очевидны и монополизация услуги охраны и соответствующий рост цен Говорит собеседник «Твердый знак» в крупной нефтекомпании Кроме того, могут быть сужены возможности компании контролировать качество услуг А именно качество охраны является предметом текущего обсуждения Представитель разгвардии Валерий Грибаки называет проблему надуманной У нас конструктивный диалог со всеми участниками рынка Если бы проблема существовала, она могла быть в том числе поднята представителями ЧОПов на экспертном совете Он также отрицает рост числа предписаний, запрещающих деятельность ЧОПов Список проверок носят публичный характер, совместно с другими контролирующими органами он согласовывается Собственник объекта и охранная организация предупреждаются об этом заранее в установленном порядке Никаких облав и проверок, как в 90-е годы Господин Грибакин признает, что услуги разгвардии стоят дороже ЧОПов за счет лучшей подготовки, оснащения и высокого профессионализма Какие полномочия у разгвардии? По словам нефтяников Ситуация обострилась в июне 2018 года с выходом постановления номер 729, на основании которого охранные организации, обеспечивающие безопасность опасных производственных объектов ТЭКа, могут быть лишены лицензии В качестве примера приводится предписание от ноября 2018 года в адрес Саратоворксинтезо, нефтехимическое предприятие Лукоэла, с требованием до 26 апреля 2019 года привести охрану в соответствии с постановлением правительства номер 587, что фактически означает замену охранной организации, хотя профессионализм охранников ранее был отмечен ФСБ В компаниях говорят о юридической коллизии, ФЗ и о безопасности объектов ТЭКа разрешают привлекать для их охраны ЧОПы, но П. 21 приел Один к постановлению правительства номер 587 и это запрещает До получения полномочий Росгвардии, подчеркивают нефтяники, правовая нестыковка работе ЧОПов не мешала, а глава Совбеза еще в 2016 году направил в правительство предложение об изменении ФЗ Устранить коллизию правительство поручило, по словам нефтяников, той же Росгвардии, установив срок 1 декабря 2018 года, но соответствующий законопроект до сих пор не согласован В письме Николаю Патрушеву нефтяники предлагают более простой с точки зрения процедур вариант изменения или приостановления соответствующего пункта постановления правительства Поручение Совбеза ускорить принятие закона о безопасности объектов ТЭК способствовало бы конструктивному решению вопроса, подтверждает один из источников твердый знак Структуры, охраняющие объекты ТЭКО, имеют многомиллиардные обороты Так, в ГУП ведомственная охрана Минэнерго России, по твердый знак картотеки, заработала в 2017 году 6,4 миллиарда рублей Прибыль по РСБ у 92 миллиона рублей Собственная охрана есть и у крупнейших газкомпаний Роснефти, Газпрома, Росатома, Транснефты и других Выручка в ГУП атом охрана за прошлый год свыше 5 миллиардов рублей Прибыль почти 181 миллион рублей борьба за рынок охранных услуг между компаниями и гаструктурами в ТЭКе уже обострялась в 2013 году Тогда принадлежащая МВД в ГУП охрана и в ГУП ведомственная охрана Минэнерго хотели получить полномочия по охране всех объектов высокой и средней категории опасности Но провести такие поправки не удалось Юристы не считают правовую коллизию излишне сложной Партнер юридической компании Рустам Курмаев и партнеры Дмитрий Горбунов подчеркивает, что федеральный закон применяется преимущественно, а несоответствующие ему нормы могут быть признаны ничтожными, недействительными По мнению юриста, текущие проблемы нефтяников с разгвардией выглядят следствием некомпетентности или злоупотреблений Не исключен, добавляет он, и конфликт интересов, поскольку служба одновременно является и проверяющим, и хозяйствующим субъектом В то же время, отмечают юристы, ЧОПы могут оспорить предписание в суде, приостановив его действия через обеспечительные меры, или обратиться в прокуратуру Дмитрий Козлов